Нехватка земельных участков, льготных лекарств и условий для льгот. Эти вопросы глава Сочи обсудил с многодетными семьями. Почти поровну мальчиков и девочек. Рекордное для края количество детей родилось за сутки в Сочи. Запрет на хостел и новые суды и НДС на продукты. Какие нововведения ждут россиян в октябре? Пришел посмотреть на состязания? Приобщись к спорту сам. Зрителей королевских гонов пригласили сдать нормы ГТО в Олимпийском парке. Губернатор Краснодарского края взял под личный контроль ситуацию с заводом газового оборудования в Армавире. Крупнейшему предприятию Кубани угрожает банкротство. В среду работникам, а их больше 400, объявили о закрытии предприятия и не пустили на работу. Власти региона обратились в прокуратуру и инициировали проверку. Мы следим за ситуацией, которая сложилась на Армавирском заводе газового оборудования. Конечно, это недопустимо, когда люди страдают от проблем собственника компании или помещения. Со своей стороны мы уже обратились в прокуратуру и инициировали проверку. Завод газовой аппаратуры для Армавира – одно из городообразующих предприятий. Сегодня важно сохранить не только производство, но и рабочие места. Поручил своему заместителю Василию Швец держать эту ситуацию на личном контроле. Армавирский завод газовой аппаратуры – одно из городообразующих предприятий. На нем производят отопительные котлы, трубы, шланги и запасные части. Продукция занимает более 50% российского рынка в сегменте водонагревателей. В 2017 году налоговые отчисления в бюджет составили больше 5 миллионов рублей. Вопросы развития Кубани глава региона обсудил с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко. Рабочая встреча прошла накануне в Москве. В частности, речь зашла о программе формирования комфортной городской среды, которая входит в профильный нацпроект. В крае она реализована на 60%. Вениамин Кондратьев отметил, что всего на выполнение региональной программы предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Так только в этом году благоустроят 105 общественных и дворовых территорий в 72 населенных пунктах. Основную часть работ планируется завершить уже в октябре. Кроме того, губернатор рассказал вице-премьеру о строительстве на территории региона жилья и социальной инфраструктуры. В рамках нацпроекта к 2024 году на Кубани необходимо построить до 7 миллионов квадратных метров жилья. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, жилищное строительство будет вестись параллельно с возведением соцобъектов. Сегодня это обязательное условие в крае для застройщиков. Профсоюзы решают задачи, от которых зависит укрепление экономики региона, стабильность и качество жизни людей. Об этом заявил губернатор на отчетно-выборной конференции Краевого объединения профсоюзов. Собрание прошло сегодня в Краснодаре. На нем представители первичных организаций выбирали председателя большинством голосов на должность переизбранная депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. Работники общественного объединения обсудили итоги работы за год, выслушали доклад контрольной комиссии и сформировали программу работы на ближайшее время. Вениамин Кондратьев отметил, что правозащитную организацию на Кубани удалось не просто сохранить, но и сделать по-настоящему авторитетным социальным институтом. Принципиальная задача не только быть активными, но и вести созидательную деятельность. Вы та составляющая жизни нашего края профсоюза, который не только влияет на ситуацию внутри своих трудовых коллективов, внутри своих предприятий, неважно какой они организационно-правовой формы, в совокупности вы в том числе влияете и на социальную стабильность нашего края. Для меня очень важно, что сегодня достаточно большой процент молодежи находится в профсоюзах. И важно, очень важно, чтобы эта молодежь увидела механизмы достижения результатов. Не на митингах, не в протестах, не в пикетах, а в диалоге. В диалоге, в том числе в инициировании законов краевых, которые сегодня вы инсуируете. Нужно стучаться везде, в любую дверь, лишь бы открылась и мы достигли результата. Это принципиальная сегодня задача и моя, и ваша. Нам нужен результат, который влияет реально на окружающую нашу жизнь, вокруг нас, в нашем регионе, в нашем крае, в каждой станице, хуторе, селе, реально меняющаяся жизнь к лучшему. В краевое объединение входят 23 отраслевых профсоюза. Они объединяют тысячи работников по всей Кубани. В задачу организации входит не только защита трудовых прав, но и законотворческая инициатива. За последние пять лет профсоюзами была проведена экспертиза более двух тысяч проектов краевых законов. Глава Сочи встретился с многодетными семьями. Алексей Копайгородский пригласил многодетных родителей в мэрию курорта, чтобы обсудить с ними актуальные вопросы и способы их решения. Частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться многодетным, это нехватка льготных лекарств, недостаточная помощь при сборе детей в школе, отсутствие льготных условий в различных социальных отраслях города. На сегодняшний день в нашем городе проживает более 6400 многодетных семей, и эта цифра растет. Остро стоит нехватка муниципальных земельных участков для выделения семьям с третьим и последующими детьми. Для этих целей уже определены границы четырех крупных земельных массивов в Лазаревском и Адлерском районах. Это участки в Вардане, Аше, Кудепсе и селе Верхнениколаевском. Вместе с тем, в Сочи, как и во многих других муниципалитетах, существует целый комплекс проблем. Нехватка пригодной земли в нужном объеме, отсутствие необходимой коммунальной инфраструктуры и подъездных дорог. У нас есть особые сложности в предоставлении и земельных участков. Это проблема не только города Сочи, это проблема всего Краснодарского края. Вопрос именно по Сочи, он на особом контроле у нашего губернатора. Соответственно, денежные средства не только нашего города, но в том числе и огромная поддержка Краснодарского края. В ходе двухчасовой встречи также обсудили переполненность школ и детских садов, льготные путевки и организацию досуга. По всем вопросам глава дал поручения начальникам профильных управлений и служб. Затронуты были самые актуальные и болезненные вопросы многодетных семей. Мэр города наш взял каждый вопрос на контроль, ввелся протокол. И мы остались многодетной семьей, мы остались довольны тем, что наши вопросы, наши проблемы наших семей, наших детей будут решены. Для большего удобства в получении социальной помощи по поручению мэра будет создан единый портал социальной защиты, на котором сочинцы смогут встать в очередь на получение земельных участков, узнать об изменениях в законодательстве и других вопросах, волнующих многодетных родителей. Рекордное для Краснодарского края количество детей родилось за сутки в перинатальном центре Сочи. 47 детей, 24 мальчика и 23 девочки. Для сравнения, в Краснодарском перинатальном центре ежедневно рождается в среднем 23 малыша. Причем интересно, что из этих 47 родов 24 женщины стали мамами впервые. 10 женщин родили третьего ребенка и 4 женщины четвертого. Новый перинатальный центр в Сочи открылся совсем недавно. С начала года здесь родилось более 3000 детей. Сегодня в крае есть все необходимое оборудование для оказания передовой медицинской помощи женщинам и детям, как до родов, так и после. Именно благодаря качественной медпомощи врачи края успешно выхаживают ежегодно более 400 детей, рожденных с экстремально низким весом. Запрет на хостелы, новые суды и НДС на продукты. Что ждет россиян в октябре, узнаем у следующего сюжета. С 1 октября хостелы в многоквартирных жилых домах окажутся вне закона. Открыть мини-гостиницу можно будет только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа. Также с 1 октября в России начнут работать новые окружные апелляционные и касационные суды. Всего в стране будут функционировать 9 касационных, 5 апелляционных судов общей юрисдикции, а также касационные и апелляционные военные суды. Кстати, с 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски. Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы в арбитражном суде. Теперь это смогут делать и физлица для решения споров в судах общей юрисдикции. С 1 октября перед тем, как принять решение о выдаче кредита, банки будут рассчитывать долговую нагрузку потенциального заемщика. Это соотношение между действующими кредитными обязательствами и совокупным официальным доходом клиента. Также Центробанк установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам. С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снизится на 10%, а на пальмовое масло вырастет до 20%. По оценкам Московской торгово-промышленной палаты, из-за роста налога на пальмовое масло кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%. С 1 октября, согласно поправкам в Трудовой кодекс, сотрудники смогут подавать заявление на отпуск и увольнение в электронном виде. Наниматель обязан принять такие заявления. Еще с 1 октября меняются правила оформления дорожно-транспортного происшествия по Европротоколу. Чтобы зафиксировать ДТП, обязательно потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. Разногласия участников ДТП больше не препятствуют оформлению Европротокола. А вот 26 октября – день Х для владельцев дронов и коптеров. В этот день истекает срок, в течение которого владельцы беспилотников должны направить в Росавиацию заявление о постановке на учет таких летательных аппаратов. В Сочи начались занятия в школе молодых ученых в сфере экономики. Ее на курорте проводят уже в шестой раз. В этом году занятия в ней посещают около 100 студентов и аспирантов более чем из 10 регионов страны. В программе «Деловые игры», «Мастер-классы», «Экскурсии», «Лекции» молодые ученые прослушивают лекции 20 экспертов в сфере экономики. Среди них доктора наук, руководители учебных заведений, а также представители разных уровней власти. С молодыми специалистами общение всегда важно, потому что это новая кровь, которая имеет, скажем так, незамыленный взгляд. И поэтому, может быть, какие-то нетривиальные решения, которые они предлагают, будут иметь как раз прикладной характер. Ключевой момент программы – обсуждение стратегии экономического развития Краснодарского края до 2030 года. В ее создании участвовали почти 4000 жителей региона. В документе обозначены цели, к которым должен стремиться регион. Это ежегодное увеличение производительности труда на 5% и внутреннего регионального продукта на 3-4%. Повышение продолжительности жизни также внимания уделяется воспитанию будущих лидеров. «Умная Кубань. Лидеры будущего» – это тот проект, который будет создавать именно основу, формировать сознание у людей, менять систему органов государственной и муниципальной власти, развивать науку и технологии. Программа обучения рассчитана на три дня. В завершении эксперты подведут итоги конкурса проектов молодых ученых. Более 1200 журналистов из 20 стран в Сочи подвели итоги форума современной журналистики «Вся Россия». Он проходил с 21 сентября. Церемония закрытия прошла в Зимнем театре. Форум «Вся Россия» сегодня считается крупнейшим в мире. В нем в этом году участвовали порядка 1200 журналистов из 20 стран. В рамках форума прошло более 140 мероприятий. Это мастер-классы, пресс-конференции, обучающие семинары и кинопоказы. Состоялось и заседание Международной федерации журналистов, в которую входят представители 187 стран. Первое, что меня поразило, это, конечно, гостеприимство сочинцев. Это просто великолепно. И очень насыщенная программа фестиваля. Такого количества мастер-классов, такого количества встреч с великолепными профи в самых разных областях и направлениях журналистики сложно встретить на каком-то другом форуме. Программа достаточно разнообразная. Самое, наверное, ценное то, что она сориентирована, как и на развитие, допустим, вот таких небольших районных газет, как у нас, также и для областной прессы, и для интернет-изданий. То есть каждый выбирал то, что ему ближе. Также в рамках фестиваля журналистики проходил профессиональный конкурс. Впервые за 23-летнюю историю форума на соцжюри было представлено такое количество творческих работ – более 500. Лучше отмечены дипломами от Союза журналистов страны. Добавлю, что форум – вся Россия – одно из значимых для курорта мероприятий. В Сочи приезжают лучшие представители профессии. А значит, о курорте, благодаря публикациям в газетах и сюжетам в телеэфирах, узнают еще больше в разных уголках нашей страны. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Купить недвижимость выгодно, безопасно, просто. С 28 по 29 сентября – Зимний театр. Вход свободный. В Сочи завтра отметят День Красной Поляны. Основные мероприятия пройдут в поселковом парке. Начнется праздник с возложения цветов к обелиску славы защитникам главного Кавказского хребта. Жители поселка смогут принять участие в праздничном забеге «Краснополянская верстаун» стартует в 10 часов. Также гостей ждет выставка-конкурс «Осенний букет» родному поселку. А затем конкурс красоты «Мисс Красная Поляна». Весь день в парке будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции. Программу для детей организуют аниматоры. Завершатся праздничные мероприятия в 21.00 красочным фейерверком. А тем временем в Сочи идет подготовка к масштабному политическому событию. Саммиту «Россия-Африка» о своем участии в саммите заявили более 40 лидеров африканских государств. На экономический форум ожидают порядка 60 делегаций. Уже известно, что все гости Сочи будут жить в отелях Амеретинской долины. Бронирование номеров началось еще в августе. Как готовятся персоналы, какое меню составляют шеф-повара, узнаем далее. Возможно, к визиту гостей из Африки незначительные изменения в оформлении номеров все-таки будут, говорят в отеле. Иногда для удобства лидеров государства организаторы просят дополнить интерьер и даже привозят свою мебель. К визиту гостей с отличными от европейской культуры традициями готовится весь персонал. Управляющие проводят занятия сотрудниками, разъясняют специфику обслуживания делегаций, в частности, из мусульманских стран. У иностранных делегаций основные требования к организации питания. Но все шеф-повара ресторанов, благодаря многочисленным международным мероприятиям, которые проводятся в Сочи, уже знают, как накормить гостя с любого континента. Уже известно, что на саммит приедет не менее 7 тысяч участников. Основная подготовка курорта к приему иностранных делегаций начнется сразу после проведения российского этапа «Формулы-1». Гости саммита будут жить во всех крупных отелях Амеретинской низменности, поэтому фактически вся эта территория станет одной большой деловой площадкой. В связи с этим в районе Олимпийского парка и будет ограничено движение автотранспорта. По федеральным трассам с 6 утра и до полуночи будет запрещен проезд большегрузов. Для удобства передвижения гостей и жителей курорта пустят дополнительные автобусы. Электросети просят водителей на неделю отказаться от парковки на улице Энергетиков. С 30 сентября по 6 октября с 8 до 18 часов в районе домов номер 2, 3 и 11 Б, а также предприятий ПТП номер 6, Вольво-центр, кафе Армянский двор будет производиться покраска опор линии электропередачи без отключения электроэнергии. В целях безопасности и сохранности имущества водители просят не парковать автомобили в радиусе 100 метров от опор, а предприятиям предложено убрать транспорт из зоны возможного загрязнения лакокрасочными материалами. Напомню, работы будут проводиться в течение следующей недели с 30 сентября по 6 октября. В Сочи открылась выставка к юбилею Островского. 29 сентября исполняется 115 лет со дня рождения писателя. Николай Островский жил и работал в Сочи с 1928 по 1936 год. Смыслом жизни, слепого и неподвижного писателя в эти годы было творчество. Наш город Островский назвал своей второй родиной. В 1936 году государство подарило ему дом, где было сделано всё для удобной и спокойной работы. В этом доме в 1937 году был открыт музей. К 115-летию писателя музей подготовил выставку. Николай Островский в изобразительном искусстве. В экспозицию вошли более 60 живописных и графических произведений. Выставка показывает, какое яркое отражение имели и литературные произведения, и жизнь Островского в творчестве художников разных поколений. Большинство картин – это иллюстрации к роману «Как закалялась сталь». В нашей стране иллюстрировали роман «Как закалялась сталь» многие художники и графики. Это знаменитейшие имена Евгения Кибри. В нашем музее представлено семь графических работ. Это великолепные работы, которые можно посмотреть и восхититься прекрасным стрихом художника. С момента выхода в свет роман Островского «Как закалялась сталь» переиздавался более 700 раз и был неоднократно проиллюстрирован художниками разных континентов. В гидромедцентре рассказали про работающие народные приметы. По словам руководителя гидромедцентра России Романа Вильфанда, доверять можно только двум. Так, если солнце красное во время захода, то следующий день действительно будет погожим. А если солнце белесое, то на следующий день будут дожди. Метеоролог объяснил, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект. Вторая работающая примета – если ласточки или любые другие птицы летают низко, то это обычно к дождю. Когда влажность воздуха велика, то у мошкары намокают крылышки. Поэтому ласточки и вынуждены снижаться, чтобы питаться, объяснил Вильфант. Кстати, 22 сентября в Сочи зафиксировано рекордное за 125 лет похолодание. Теперь новая минимальная температура для этой даты составляет всего плюс 7,8 градусов. В Сочи стартовало первенство Краснодарского края по керлингу. За медали турнира борются спортсмены до 14 лет. Почему в краевых соревнованиях участвовали только сочинцы, расскажем в нашем следующем сюжете. Краевые соревнования по керлингу – это первый турнир нового сезона. На лед вышли 10 команд. Все – представители Сочи. Дело в том, что этот вид спорта развивают только в Олимпийской столице. В наследство от зимних игр городу достался ледяной куб. Единственная в крае площадка для шахмат на льду. Интерес к керлингу в Краснодарском крае, непосредственно в городе Сочи, на данный момент большой. Популяризируется. После каждых соревнований приходят детишки. Мы им устраиваем открытые уроки. После этого они заинтересовываются и остаются играть, тренироваться. Сегодня спортсмены на первый турнир сезона вышли на свежий лед. Его во дворце спорта готовит профессиональная команда айсмейкеров. Лед соответствует всем международным стандартам. Для керлинга подготовка льда это особый процесс, потому что он кардинально отличается от подготовки льда для хоккея, для любых зимних видов спорта. В керлинге очень важно очень ровный лед, поэтому заливка перед всеми соревнованиями происходит поэтапно, многослойно, слой за слоем. Вообще сочинская площадка с шестью профессиональными дорожками уникальна не только для Краснодарского края, для всей страны. Наши команды выезжают в основном в город Дмитров Московской области на соревнования отборочные на чемпионат России или миксовые соревнования, дабл микс. Также проходят в Новосибирске, но в основном все соревнования проходят в Сочи. Так в конце ноября ледяной куб примет первенство мира по керлингу. Кто будет представлять Сочи и весь регион на важном турнире, решат в том числе и нынешние краевые состязания. Здесь же решится, кто будет отстаивать честь команды на первенстве России. Эти соревнования очень серьезные, они нам нужны, потому что следующее у нас будет первенство до 18 лет и мы должны показать хороший результат. Волнительно, это очень значимый для нас отбор. Мы очень рады, что добились такого результата. Кто из сочинских спортсменов будет бороться за медали всероссийских и международных состязаний, станет известно 29 сентября. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Олимпийском парке торжественно открылся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» навстречу Формуле-1. Приобщиться к спорту и сдать нормы ГТО решили как сочинцы, так и гости города. Поднять гирю, подтянуться, отжаться, прыгнуть в длину. Выполнить программу физкультурной подготовки мог любой желающий. Все результаты участников фиксировали судьи Центра тестирования ГТО города Сочи. Результаты испытаний не останутся лишь на бумаге, а будут опубликованы на официальном сайте ГТО. В личном кабинете у себя на Всероссийском сайте ГТО участники могут увидеть то, что они сегодня сдадут. Мы заливаем их результаты в личный кабинет каждого участника. И то, что им не хватает до получения именно знака ГТО, бронзово-золотого или серебряного, они могут сдать либо в нашем центре ГТО, либо у себя, если это иногородние, приезжие, гости нашего города, они могут сдать в своем центре ГТО своего муниципального образования или региона. К труду и обороне оказалась готова сочинская молодежь. Выполнить нормы ГТО в Олимпийском парке решила целая футбольная команда. В детстве меня мой один хороший товарищ привел на футбол. Мне очень понравилась позиция вратаря. С тех пор я каждый день живу футболом. Смотря на то, что я занимаюсь в большом спорте, нормы ГТО для меня необходимы. Потому что я хочу стать большим спортсменом. Я поднимал гирю на ГТО. Это не самый легкий вид, что может быть всего здесь. Это очень тяжело. Я сделал 34 раза. Мой оппонент, мой сокомандник сделал 33. Но я принципиально надо было сделать больше, чтобы быть на первом месте. В следующие разы, когда будет возможность, обязательно приду. Саморазвитие – это очень полезно, потому что развивать самого себя вообще интересно. А так, если этому уделяется внимание, это интереснее в два раза. Я за спорт всеми руками. Мы спортсмены и хотим проверить свои способности. Я считаю, что нужно, потому что это как минимум спорт. И можно проверить, чего тебе не хватает. И как-то исправить это. Золотой значок ГТО может помочь в расцеплении и трудоустройстве. Конечно, я буду стремиться к золотому значку. Конечно, нужно. Что? Какая польза? Ну, чтобы проверить, готов ли ты к трудовой обороне. Ну, не все, конечно, под силу, но стараемся, выполняем. Буду стремиться к золотому значку, чтобы был. Ну, пригодится по-любому, я думаю, в будущем. В первую очередь, как бы, жить будешь дольше. Ну, и вообще, в принципе, здоровый образ жизни интереснее, чем, как бы, ходить, курить, выпивать и так далее. ГТО – это масштабный проект, который сегодня охватил всю страну. Краснодарский край занимает четвертую строчку в рейтинге всех субъектов России по количеству людей, зарегистрированных на сайте ГТО. Мы уже перевалили за отметку 800 тысяч занимающихся, которые уже зарегистрировали, попробовали свои силы в сдаче этого комплекса и, соответственно, получили значок. Не всем пока из 800 тысяч удалось получить значок, но мы над этим работаем. И все те, кто пытаются как раз на этом фестивале свои силы попробовать, они получат сертификат. И эти результаты официально зачтутся, и люди смогут получить тот знак, на который они, собственно говоря, и рассчитывают. Задача, которую оставит губернатор – это, чтобы в каждом отдаленном поселении, в каждом поселке появились спортивные объекты, на которых можно попробовать свои силы. Строятся площадки, многофункциональные спортивные площадки в каждом муниципалитете должны работать. В настоящее время их построено уже более 600. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» навстречу «Формуле-1» прошел в рамках королевских гонок, чтобы зрители масштабного праздника стали еще и участниками пусть не королевских, но тоже спортивных состязаний. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok